Добрый день всем присутствующим. Мы ожидали движения индекса МВБ в район 1525. Сегодня на открытии эта цель была достигнута. И после достижения цели мы видим совершенно закономерный откат на более низкие уровни. То есть сейчас индекс МВБ снизился до предыдущего уровня лучшего сопротивления. Сейчас этот уровень работает как поддержка. И собственно вот снижение остановилось. Что дальше? Сегодня ожидается большой блок новостей по Америке. И в общем-то завтра тоже два дня достаточно насыщенные в информационном плане. И последующие телодвижения рынка будут ответные реакции на эти новости. То есть скорее всего ничего существенного не произойдет. То есть будет продолжаться движение в диапазоне, как мы и ожидали это раньше. То есть сценарий продолжает оставаться, пока ожидания остаются по-прежнему. На эту неделю продолжение бокового движения. И на следующей неделе, скорее всего, заход следующего на снижение. То есть поводом к этому снижению, скорее всего, будут опять-таки рассмотрение бюджетных проблем в мире. И это, скорее всего, спровоцировать коррекцию на западных рынках. И мы, скорее всего, тоже в этом поучаствуем. То есть пока на этой неделе движения будут в основном диапазонного характера. То есть нижняя граница диапазона 1500. Верхняя граница, в принципе, вполне может быть даже 1540. То есть если новости, скажем, сегодня-завтра будут хорошие, индекс МВБ может подняться до этого уровня. Но, то есть может создаться впечатление, что все плохое позади и, в общем-то, спереди светлое будущее. И, в общем-то, многие на эту ситуацию будут реагировать покупками. Вот на самом деле не стоит на это пока рассчитывать. Все-таки следующее. Пока вот сейчас на рынке нет факторов, которые бы могли поддержать устойчивый рост рынков. Поэтому все движения сейчас в текущем моменте, это будут в основном такие новостные эмоциональные движения, которые, скорее всего, не получат подтверждения. Поэтому вот такое подтверждение не обманывайтесь. Так, в таком плане, скорее всего, будут встроиться движения. И давайте по отдельным акциям посмотрим, как будут дальше развиваться события. И посмотрим на отдельные бумаги. ВТБ. Здесь сегодня немножко, мы видим, подрастает бумага, почти процент в плюсе. Это связано тоже с новостями. И тоже вот текущее движение, мне кажется, не следует ожидать, что оно будет устойчивым. То есть тоже, если новости сегодня-завтра будут позитивные, в принципе, может быть движение, которое будет ограничено верхней границей 6 копеек. То есть это максимум, на что в этих условиях, скорее всего, будет способна бумага. Но на большее пока рассчитывать не стоит. То есть этот рост имеет смысл рассматривать как временный. В нем, в принципе, можно будет участвовать, но понимать его возможности. Так, дальше. Газпром. Здесь отрабатывается, вчера достигнут был и сегодня отрабатывается уровень сопротивления 138 рублей. То есть вполне мы наблюдаем закономерный откат, потому что пробой этого уровня и движение бумаги выше этого уровня возможно только если будет подтверждение роста по рынку в целом. Скорее всего, мы этого подтверждения не увидим, и поэтому, скорее всего, здесь в Газпроме тоже будет продолжаться до конца недели такое диапазонное движение. А на следующей неделе, скорее всего, будут достигнуты более низкие уровни в районе 130 или, может, даже ниже. Поэтому тоже пока покупки, с покупками, мне кажется, тут спешить не стоит. С Норникелем. Норникелем тоже на новостях пытался подрасти в ближайшие пару дней, но пока вот это движение было остановлено на уровне 5700 и пока тоже не чувствуется в бумаге сил двигаться на более высокий уровень. То есть тоже пока наблюдаем за происходящим. Тут, видимо, будут какие-то формироваться разворотные модели. Возможно, еще на следующей неделе уход на более низкие уровни, чем 5500, поэтому тоже особо спешить некуда. С Лукоилом по-прежнему все однозначно, то есть баковик без каких-либо пока вариантов. Дальше из ликвидного Роснефть. Тут тоже неопределенность. Пока вот диапазон и тоже ожидание снижения в будущем цены в район 10,45-250 рублей. Поэтому здесь тоже, мне кажется, нет смысла на что-то рассчитывать. И по Сбербанку тоже сегодня снижается цена, но по сути дела тут тоже продолжается диапазонное движение и оно будет продолжаться до конца недели. Каких-то шансов выхода из этого диапазона сейчас нет. Вот, собственно, порадовать нечем. Вся текущая ситуация, она имеет большую вероятность развиваться в боковом варианте. И пока не появятся какие-то существенные основания у рынка для выбора дальнейшего направления движения, пока вот эта ситуация будет тянуться в таком плане. По второму эшелону тоже, в принципе, там вариантов пока нет. Дальше по фьючерсам давайте посмотрим, что здесь интересного. Тоже был отработан вот этот целевой уровень. Вчера мы намечали цель восходящего движения район 159 500. Так, в общем-то, оно и случилось. И сегодня мы видим, опять-таки, корректируется фьючерс. И вот здесь уровень, бывший уровень сопротивления, сейчас этот уровень работает как поддержка. Он сейчас остановил это падение. И то, что сейчас будет происходить, будет происходить в ожидании новостей. То есть на новостях может продолжиться как исходящее движение, так может и начаться отскок. Тоже движения сегодняшнего и завтрашнего дня, они больше будут носить новостной характер. И, скорее всего, фьючерс из диапазона не выйдет. И тоже вот этот диапазон можно ограничить уровнями таким образом. Снизу с 36500, сверху с 161000. И тоже, скорее всего, на следующей неделе будем ожидать уже каких-то сигналов для входа в короткие позиции. И, скорее всего, там уже будет какое-то более устойчивое снижение, в котором можно будет поучаствовать. Пока вот сейчас, на текущем моменте, лучше все-таки поддерживаться внутридневных стратегий. И, соответственно, реагировать на те внутридневные сигналы, которые будут появляться. По фьючерсу рубль-доллар тоже пока работает тот сценарий, который мы ожидали. То есть сейчас начался очередной налоговый период. Немножко это поддержало рубль. Он немножко укрепился относительно доллара. И вчера нами был намечен уровень движения 30-150 по фьючерсу. Он сегодня был достигнут. И от него мы сейчас наблюдаем отскок. Тоже здесь никаких тенденций явных мы не видим. Видим, участвовать в этом движении, в общем-то, нет смысла. Налоговый период, с одной стороны, он поддерживает рубль, но с другой стороны, укрепление рубля, оно не в интересах Центробанка, так скажем. И он уже начинает вмешиваться в ситуацию и скупать доллары. Поэтому не дает укреплению рубля развиться. И в этой ситуации будет, скорее всего, продолжаться такое боковое движение, в котором сложно достаточно участвовать. Поэтому лучше пока побыть без позиции. Давайте отвечу на вопросы. Сергей спрашивает, ваш прогноз на первый квартал, насколько обоснованы цели в районе 1600-1650 пунктов по МВБ, как прогнозируют аналитики. На самом деле есть технические посылки, конечно же. Давайте зайдем и посмотрим, как это выглядит на графике. Если учитывать, так скажем, только технику и не замечать всего остального, то, конечно, да, вот этот уровень, он хорошо виден на графике. Это уровень в районе 1630-1640. И, в общем-то, вполне логично ожидать движения. Но ситуация следующая сейчас присутствует. То есть для того, чтобы наш рынок вошел в фазу устойчивого роста, все-таки нужны приток свежих покупателей на рынок. То есть это означает приток денег. И пока мы вот этот процесс не наблюдаем. То есть если он действительно пойдет, то есть если будут деньги притекать из западных фондов на наш рынок, то да, мы этот рост увидим. И эти прогнозы оправдаются. Но вот в данный момент сказать, будет это или нет, мы не можем. Потому что в текущий момент для этого нет условий. И, ну скажем так, я не сторонник так вот тыкать пальцем в небо и намечать какие-то цели, которые могут быть достигнуты, а могут быть и нет. Я больше все-таки сторонник от того, чтобы реагировать на ту ситуацию, которая есть сейчас. Сейчас, в данный момент ситуация больше в пользу снижения, чем в пользу роста. К сожалению, да. И поэтому вполне возможно, что в течение весны этот рост образуется. Но пока вот этих факторов, которые могли бы привести рынок на более высокий уровень, их нет. Но они могут в любой момент появиться. То, что касается вот этих мыслей, почему вот это снижение вообще возможно в ближайшее время. Потому что западные рынки, американский рынок в первую очередь, они находятся на очень высоких уровнях. Они очень сильно перекуплены. И технические коррекции там, она очень вероятна и сильно возможна в ближайшее время. Мы не сможем от этой ситуации стоять в пиране и в этом не участвовать. То есть, если мировые рынки будут корректироваться, мы по-любому будем в этой ситуации участвовать. Ну, так, чтобы чем-то вас, как бы сказать, различий, хоть что-то, кроме пессимистичных взглядов, на рынок вам рассказать, давайте вот такую вещь вам сейчас покажу. Это, ну, по сути дела... Так, сори, 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 извините, 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 извините. Так. Вот такая картиночка. Это долгосрочный график индекса Доу-Джонса. То есть, вообще, с самого начала его существования, с 1900 года. И, ну, по нашему рынку мы не можем такую картинку посмотреть, потому что наш рынок, он слишком, как бы, молод, чтобы вот так надалеко назад выглядывать в его историю. То есть, вы видите, что в истории рынка периодически возникают такие периоды, периоды такого бокового движения. И вот эти периоды, они длятся на рынке, так, по статистике, от 12 до 22 лет. И вот мы сейчас находимся как раз в этом периоде, и уже вот с этого года пошел 14-й год. То есть, мы точно ближе к концу, чем к началу, но когда он закончится, этот период, в принципе, неизвестно. И вот сейчас индекс Доу-Джонса, он, в принципе, подошел к своему историческому максимуму. То есть, у него есть шанс выйти на более высокий уровень. То есть, есть шанс в ближайшее время начать новую стадию бычьего рынка. Но никто не знает, начнется это или не начнется. То есть, будем смотреть и, соответственно, уже по ситуации ориентироваться. Вот такое, так скажем, легическое отступление. Так, по вопросам Северсталь. На часах. Давайте посмотрим Северсталь. Так, какие новости по ВТБ, кто спрашивает? Это, по-моему, представитель Центробанка, если я не ошибаюсь, новость о том, что будет, скорее всего, доп. эмиссия, а не продажа пакета государственного ВТБ. Так, Дмитрий спрашивает, когда упадет лукол, понятия не имею. Все-таки транснефть будет падать, то, какова цель движения? Так, и уралкалий. Так, очень много вопросов. Где покупать норникель, если будем корректироваться, то цель. Окей, давайте сейчас попротаюсь ответить. Так, значит, по Северсталин. На часах просят посмотреть голову и плечи. Что именно вы считаете головой и плечами? Вот я, честно говоря, здесь не вижу. То есть, если вы считаете вот эту картинку, то, боюсь, я с вами не согласна. То есть, вообще, фигура голова и плечи – это разворотная фигура. И для того, чтобы ее увидеть на графике, обязательно нужно, чтобы до ее появления была на рынке сформирована хорошая, ярко выраженная тенденция с размахом не меньшим, чем размер этой фигуры по времени. То есть, здесь должна быть тенденция, ну, если мы рассматриваем эту фигуру после роста, она должна быть и она должна быть ярко выраженной. Нет никакой восходящей тенденции до момента формирования этой фигуры, поэтому нет смысла эту фигуру рассматривать как разворотную и что-то от нее ожидать. Вот это вот как бы из теории этих анализов, так скажем. Что касается треугольника, то треугольник на северстале жив и, соответственно, пока внутри него продолжается движение. И пока из этого треугольника не будет выхода, лучше, как бы сказать, на что-то определенное не рассчитывать. Внутри треугольника, особенно в самой последней части, движение происходит обычно часто хаотически. И после даже выхода из этого треугольника, конечно, будет боковик, а не тренд. Поэтому пока здесь, мне кажется, нет никаких возможностей что-то, поймать какой-то сигнал более-менее. Дальше я буду вспоминать то, что были вопросы по Уралкалию. По Уралкалию пока вот достаточно печальная картинка. То есть здесь был пробит тренд восходящий долгосрочный. То есть была у Уралкалия возможность оттолкнуться от этого тренда и уйти на более высокие уровни. Но бумага не смогла использовать эту возможность, поэтому сейчас больше все-таки шансов за боковик. Поэтому я бы вот здесь, наверное, сейчас в текущей ситуации не особо рассчитывала на то, чтобы в этой бумаге начнется что-то интересное. По, как бы сказать, технике, если смотреть момент для входа, то это только тогда, когда цена выйдет выше 238, не раньше. Поэтому до этого момента, я бы сказала, бумага неинтересна и все. Дальше. По транснефти насчет падения. Я не, как бы сказать, сторонник того, чтобы открывать короткие позиции по самым сильным бумагам. Транснефть – одна из сильнейших бумаг на рынке. И вот тот тренд восходящий, который здесь был, он пока в силе, я бы сказала. И в текущей ситуации вполне возможно, что коррекция будет иметь больше бокового плана, чем такого направленно понижательного. Поэтому, ну вот, моя точка зрения, это у вас может быть, конечно, своя, собственно, по этому поводу. Моя точка зрения, что здесь вполне может ситуация обойтись коррекцией такого бокового плана со снижением в район 65 тысяч и, соответственно, уходом в такой боковик с последующим возобновлением растущего движения. Поэтому здесь, играв шарты, она может выйти боком. Так, то, что касается лукойла, просто когда на узкий боковик, а на лукойле он давно и очень узкий, тут ничего нельзя сказать определенного. И пока этот боковик длится, какие-то строить планы на будущее, я бы в данной ситуации не стала. То есть здесь вот такая трендовая ситуация сейчас работает. То есть, в принципе, с текущих уровней может развиться как отскок от линии тренда, так и пробой этой линии. Поэтому вот когда будет уже что-то определенное, тогда можно будет уже на это реагировать. А пока вот в текущей ситуации, я бы сказала, что ситуация остается неопределенной. Все, пожалуй, наверное, на текущий момент. Давайте будем на этом завершать. И всем спасибо участникам за участие. И до свидания. До завтра. Продолжение следует...